Всем привет дорогие друзья, с вами Марс. Сегодня я хотел бы рассказать чем я занимаюсь, вот пока болею. Для тех кто не в курсе, я не выпускаю видео, потому что болею. Ну, вы слышите, мне уже значительно получше, но тем не менее. Уже как две недельки. Все что было уже выпустил, ну, так. И на этом собственно видео закончились. Ну а теперь решил поделиться чем я занимаюсь. Вот в последнее время я сильно засел за Skyforge. Это такая MMORPG с уникальной системой прокачки, боевки, открытия классов. Для тех кто не в курсе, попробую в двух словах объяснить. Тут есть вообще три вида класса, то есть поддержка, защита и атака. Все классы открываются при помощи атласа, вот здесь вот. Огромный атлас, по которому нужно пройтись, чтобы открыть определенные классы. У нас есть изначально только три. Это Криомант, это Паладин и это Хранитель Света. И вот от них мы собственно получаем божественную форму. То есть мы можем по этому атласу шастать почти что свободно. И тут же мы можем открывать пассивки очень полезные, которые нам... Во-первых, вот тут вот в символах, да? Тоже очень полезные. А во-вторых, вот эти вот пассивки уже открываются за каждый класс по-своему. То есть атласов довольно много. То есть во-первых, вот этот вот основной, это атлас развития. Он самый большой. Простите, пожалуйста. Вот это вот атласы конкретных классов. Вот, например, штурмовика. Я вот не так давно его взял и вот только начал раскачивать. Поэтому, соответственно, мне еще очень и очень долго. Но есть такие, как Берсерк, например, которые закрыты полностью. То есть у меня вот тут есть провехи, конечно. Конечно, некоторые. Это я вот тут видел. Да, вот видите? Не докачано немножко. За счет искры это еще можно перекрыть. Да ладно. А так в основном все вершины закрыты. И класс считается закрытым соответственно. Как вы видите, у меня на Берсерке стоит звездочка. Это значит, что все вершины класса закрыты. То есть доступны все умения и все пассивки. Таланты, так называемые. Что же вам еще рассказать? Уникальная система прокачки я уже показал. Вашего персонажа делает именно вот расстановка этих умений и выбор талантов. Плюс символы. Также есть еще символы вторжения. Это особые символы, которые даются за победу над аватарами великих богов. Ну, это уже механика игры. Шмота нет. Есть только кольца. Четыре кольца и, собственно, правая и левая рука. Также для каждого из доступных персонажей. Есть статы, которые прокачиваются, соответственно, оружием. Но оружие в основном... Левая рука добавляет только могущество. Правая добавляет только выносливость. Это за все классы. Но есть еще вот такие вот оружия, как у меня вот, например, на паладине пвпшные. Они добавляют еще вот подавление контроля, например. Или защита в дальнем бою. Полезная херня. Но это уже фиолетовый шмот. Также самые кольца. Кольца, соответственно, фиолетовые получше. Мы можем качать в отдельности правую и левую руку. То есть поднимаются тут ранги за особые искры. Пределы этих рангов. И, собственно, за вот эти вот камни усиления мы прокачиваем полностью ранг. Это что-то плавно так переходит в обзор Skyforge. Но с тех пор, как я записывал... Я не помню, на скольки. Там, по-моему, даже 10 тысяч у меня не было, когда я заходил. Сейчас-то я уже немножко прохаванный. Уже скоро 50 тысяч. Хотя... Многие скажут, что пока не взял 200 тысяч, ты еще ни хера не знаешь про игру. Но, тем не менее... Есть вот такая вот беда для особых зон. Тактическое чутье. Для того, чтобы пробивать мобов. Некоторые. Как вы видите, у классов этого раньше не было. Есть статы, на которые они полагаются. Собственно, это важные статы для каждого из персонажей. То есть, если, допустим, у Хранителя Света и Паладина... Это у нас Отвага и Дух. То Берсерк, такой атакующий класс, это Сила и Удача. Кинетика будут фиксить. Он сейчас вообще отвратителен. Но, тем не менее, вот... Аспект контроля у Кинетика, это просто прелестно. Но, все равно, он еще пока как-то не очень. Криоман, также Сила и Удача. Лучника будут фиксить. МТ, скорее всего. Чернокнижника. Непонятно зачем, он вполне себе неплох. И вот, как вы видите, Сила и Отвага. У меня еще не открыто 3 класса. У меня еще закрыт Колдун, закрыт Монах. И закрыт еще один танк. А, не, еще Алхимик закрыт. И, короче, до хера, 4 класса. Небать. Еще, короче, горбатится и горбатится. А их еще ж прокачивать надо. Попозже. Что я хотел сказать-то? А, ну да. Из шмота у нас только вот правая, левая рука и кольца. Костюмы, собственно, это внешка. То есть, как мы можем выглядеть, например. За прокачку класса, каждого класса, до максимума, вам дается классовый костюм. Вот, допустим, Некромант. Его классовый костюм вот такой вот. Плюс головной убор. Вот. Вот так выглядит Некромант в своем классовом костюме. За то, что мы закрыли полностью вершину, нам выдался вот такой вот костюм. То есть, полностью закрыли Некроманта. Нам выдался вот костюм броня несущего смерть. Забавная такая шмоточка. Очень мне нравится. За Берсерка вот был вот такой вот окаянный доспех. Хотя, вот это оригинальный костюм Берсерка. Пардон. Вот он, например, да. Ну, костюмы даются за события, даются за акции, даются за, вот именно, прокачку персонажей. За обучение выдаются вот стандартные костюмы. Вот это костюм с Хеллоуина. Костюм призрака. Забавный такой, довольно-таки. Ну, да ладно. Что я вам хотел показать-то? Тогда, недавно я стал младшим богом. Ну, собственно, Максимус Мэйн. Не совсем я. Мой персонаж. Давайте-ка посмотрим церемонию. Должно быть забавно. Аргус. Че не покажешь? Обидно. Правда, обидно. Давайте к другому Аргусу подойдем. Церемония поздравления бессмертного, который стал младшим богом, волнующее и величественное событие. Хотите посмотреть запись вашей церемонии? Ну, я Синпень хочу. Поехали. Одна из боков войны, одна из сильнейших на Элеоне. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вот ты где! Пойдем на балкон, там скоро начнется. Красотища будет! Пойдем скорее! О, и правда, на это стоит взглянуть. С балкона будет прекрасный вид. Знаешь, я безумно рад, что все так сложилось. Быстро, прям как в сказке. Мы же с тобой почти в одно время стали бессмертными, а ты уже Бог! Я... Я... У меня даже слов нет! Сейчас будет зрелище в твою честь. Которые увидят все жители Элеона. Старая традиция, которой мы с удовольствием придерживаемся. Кривая голограмма, конечно, но прикольно. Не сейчас. Ну и как всегда за спиной у нас какие-то твари. Вот так вот, собственно. Это волнующий момент, только лишь по той причине, что для того, чтобы получить божественную форму. То есть я могу в нее перейти, нажав кнопочку R. Собственно. И божество будет выглядеть как-то вот так вот. Я просто не хочу тратить... Собственно... Как это называется? Боже мой. Веру вроде бы. По-моему, вера. Сейчас посмотрим. Тут у меня должны быть задания. Да, вера. Собственно, Бог выглядит... Вот так вот. Если я обращусь, соответственно, штурмовиком. Там было три варианта выбора Бога. Что-то более-менее похоже на человека, да? Ну, естественно, исполинских размеров. Вот такой вот вариант. И, собственно, роботизированный такой. Механические крылья там. Прикольно. Но мне это понравилось больше всего. Это демоническое воплощение. Собственно, за каждый класс он будет выглядеть немножко поиначе. Собственно, цвет крыльев там. Вот эта вот... Отсветка на руках. Но божественное воплощение дает значительный прилив как ХП, так и силы. Там многократно. А если еще пройти божественное испытание, там есть божественный атлас. Особенно на богостранстве. Не, брешу. Или действительно на богостранстве. Там он чуть бы в соло может проносить отряды. Спокойно. То есть там в божественной форме она, во-первых, копейки у него будет отнимать. Во-вторых, его характеристики будут возрастать чуть бы там ни в 200, ни в 300 процентов. Это жесть. Собственно, вот так вот выглядит божество. Точнее, его форма. Пока еще в игре нет старших богов. Пока это только младший бог. Собственно. Но там кто-то говорил, что... Не помню, по какому-то квесту вроде бы, что для того, чтобы получить звание старшего бога, нужно пройти... Точнее, победить шесть воплощений великих богов. То есть убить шесть аватаров. Ну, не знаю, насколько это правда. Я еще не видел ни одного старшего бога. Но вот такой вот нимб. Собственно, у младшего. Мы можем его отключить. Собственно. И цвет глаз. Это добавляется только с получением божественной формы. Я всегда их ношу. Потому что, ну блин. Этот квест один из самых сложных в игре, которых мне попадалось вообще в принципе. Потому что там нужно в одинца убить в воплощении Танатаса. Это довольно геморройный бог. Когда я его проходил, я смог его, короче, забороть только паладином. И то это было довольно сложно. Так что, ну... Для тех, кто прошел, тот знает, я думаю. Что ж, дорогие друзья. Что вам еще рассказать. Я уже довольно-таки прохаванный черт. В Скайфорже. На ПВП даже таскаюсь там. Не знаю. Чем похвастаться-то? Давайте рейтинг покажу, что ли. 66. Это рубиновый... Это рубиновый... Этот самый... Рубиновый Легион. Собственно. Еще чуть-чуть и войду в тысячу лучших игроков. Поэтому, ну не знаю, насколько это... Насколько это круто, да? Ну, вошел в рубиновый Легион. Ну, неплохо ведь. Гильдия моя. Ну, такая проходная. Ну, спасибо ребятам, что взяли меня, конечно. А тут же мы можем посмотреть всю статистику. Собственно. За моего персонажа. Последние какие-то новости. Могильную яму изучил. Я хер знает, когда ее уже изучил. Но что-то это... Повисло все. Статистику. 351 час в игре. Задрот есть задрот. Вот такая вот статистика. Нормальное соотношение, кстати. Убийств, смертей. Поддержки много. Ну, нормально. Ну, так себе. Тут за проигрыш очень сильно минусую. Там 1400 у меня было как-то вылетело. 3-4 проигрыша, а те откатило там хер знает куда. Но если все время побеждать, то... Сейчас. Нынче паладин стал им бой. Особенно если его под ПВП настроить, так это же вообще прелесть. Умение. Умение. Вот это надо показывать. Небесная кара на Святой Земле раздает говна вообще. Плюс щит. Где он? Вот этот вот щит небес. У меня все амулеты на его разрыв. Что это за дрянь карающей молнией? Почему он у меня тут стоит? Надо будет поменять. И вот, собственно, когда он взрывается, он еще сбивает снов. Ну, нормально. У танка, у которого, ну, контроля не так уж и много, в принципе. Эти скиллы просто, ну, решают. Тут еще эти пассивки при разрыве, собственно, на восстановление энергии, на урон, когда вступаем в бой. Тоже неплохая тема. Это чисто агро. Вот это бы можно было убрать, конечно. Потому что, если бы у меня был, конечно, второй набор умений, к сожалению, у меня его пока что нет. Но со временем куплю. Тогда бы можно было это убрать и взять какую-нибудь другую пассивку. Эгиду, например. Или еще что-то. Ну, да ладно. Что-то я заговорился. В принципе, же рассказал, чем я тут занимаюсь. Пока болею. Всем спасибо, дорогие друзья, что смотрели. Если вам интересно, ну, в принципе, можете задавать вопросы в комментариях. По Skyforge могу сделать несколько видео. Если кому-то, повторюсь, это интересно. Всем спасибо, дорогие друзья, за просмотр. С вами был Марс. До новых видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.